Аким Актюбинской области Яролы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Мугловжарский район, где ознакомился с темпами социального и экономического развития. В селе Кунжарган глава региона принял участие в церемонии открытия школы на 60 мест. Яролы Тугжанов поздравил сельчан со столь разочным событием в их жизни. В своем первом указе глава государства уделил особое внимание развитию сельских территорий. В целях исполнения данного поручения в 2022 году в нашем регионе стартовал проект «Аул Аманате», призванный повысить благосостояние сельского населения. Финансирование проекта составляет свыше 6 миллиардов тенге. Мы также первыми запустили региональный проект «Белем Аул», в рамках которого более 10 тысяч учеников по всей области, в том числе и 50 школьников Кунжарганской основной школы, обучают лучшие педагоги Актюбе. Также решаются вопросы развития сферы здравоохранения, повышения доступности медицинских учреждений для населения и качества медицинских услуг, развития инфраструктуры. Для села важен каждый житель. Напомним, что в послании народу Казахстана президент поручил направлять деньги, изъятые у коррупционеров, на строительство школ. И во исполнение этого поручения в селе Кунжарган впервые в республике ввели в строй данное учебное заведение, при строительстве которого были использованы деньги, размещенные в рамках расследования уголовных дел в отношении коррупционеров. Всего в 2022 году антикоррупционной службы Актюбинской области было возбуждено 86 уголовных дел, в рамках которых бюджет области возвращено 269 миллионов тенге, из которых 197 миллионов от СПК Актюбе. На достройку, на строительство этой школы из этих денег выделено и использовано 150 миллионов тенге. Мы вышли с инициативы, чтобы часть этих денег в рамках исполнения поручения главы государства было потрачено на завершение данной школы. Акимат поддержал, Акимобуси одобрил данный проект, благодаря совместными усилиями был найден новый подрядчик и за дополнительные деньги данная школа была достроена. Она первая школа, в этом плане она является исторической, так как достроена в рамках исполнения поручения главы государства. Отметим, что заведение школы началось еще в 2018 году, однако по разным причинам строительно-монтажные работы были приостановлены. Строительство возобновилось в 2022 году и завершено в начале текущего года. В новом здании созданы самые современные условия, усилена материально-техническая база. Ранее кумжаргайские школьники получали знания в учебном заведении, построенном 44 года назад. Также в районе активно реализуется проект АУЛ Аманаты. Житель села Сагашилия Жулдыс Жарменов уже много лет выращивает скот. Однако количества животных не хватало для содержания семьи, поэтому сельчанин решил заняться бизнесом, и он достиг своей цели. Я решил принять участие в программе АУЛ Аманаты. Взял товарный кредит. Мне дали 50 голов баранов. Также взял две коровы. Через пять лет по договору должен буду все вернуть. Надеюсь, у меня все получится. Приложу все усилия, чтобы развить свое хозяйство. В дальнейшем, кто знает, может, буду торговать мясом. Аким Абдусья Рылы Тукжанов, посетивший село с рабочим визитом, встретился с владельцем бизнеса. Он стал примером для других. Сельчане, добившиеся успеха в своем деле, также намерены получить товарный кредит. Сейчас за ним обратилось и 20 человек. Однако, в первую очередь, приоритет отдается безработным и гражданам, не имеющим стабильного дохода. Это поручение главы государства, чтобы развивать жизнь в селах, чтобы людям, которые хотят работать, не сидеть без дела, дать возможность реализовать мечту. И, думаю, это хорошая возможность получить поддержку в виде товарного кредита. Далее Аким Сила ознакомил главу региона с предстоящими работами. Здесь не только развивают животноводство, но и в рамках проекта большое внимание уделяется птицеводству. Отметим, что отличительной чертой проекта Аул Аманаты является выдача товарных кредитов. Крупные сельхозформирования передают скот в личные подсобные хозяйства и в течение трех лет получают молодняк. По области 27 крестьянских хозяйств согласились помочь в реализации проекта Аул Аманаты. Всего ними будут выдано почти 6 тысяч голов. И уже на сегодня 600 голов было выдано 40 семьям. Кроме того, будут выдавать товарные кредиты начинающим предпринимателям. Также можно получить денежный кредит до 8 миллионов тенге. При этом необходим залог в виде дома. Это огромная поддержка, которой может воспользоваться каждый сельчанин, желающий зарабатывать своим трудом и развить подсобное хозяйство. Также жители села Сагашили берут кредит и открывают свое дело в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Гульпалия Кунеспай, чтобы начать хлебопекарный бизнес, потребовался всего один месяц. За это время она научилась готовить несколько видов хлебобулочных изделий. За один день испекает 140 штук хлеба, буханок, булочек и продает сельчанам. В апреле прошлого года пекарня выиграла грант в размере 4 миллионов тенге. Это здание раньше было магазином, потом мы поменяли его статус. Работники Акимата помогли нам приобрести социальную муку. И магазин поменял статус на пекарню. Работаем здесь я и один работник. В деревне растет спрос. В дальнейшем предпринимательница планирует печь 300-400 штук хлеба в день. Гульпара Кунеспай встретилась в Сакимом области и ознакомила его с деятельностью пекарни. Глава региона выразил свою поддержку. Это вы печете хлеб? Да, это я. Какой запах отличный. В день сколько буханок хлеба выпускаете? Мы открылись 10 дней назад. В день выпускаем 144 буханки хлеба. По чем продаете? По 130 тенге продаю. Сколько сейчас молодежи едет в районы? Все, кто поедет работать в село, будем поддерживать в рамках программы Аул Аманаты. В дальнейшем предпринимательница планирует открыть кафе и теплицу. Также в ходе визита в Мугалжарский район Аким области Яралы Тукжанов встретился с жителями города Кандагаш. Открылась встреча отчетам Акима района. Скорширьез Данов остановился на мерах, принимаемых для развития края. И поделился планами на будущее. В первую очередь стоит вопрос обеспечения голубым топливом отдаленных сел. В сентябре село Караколь было обеспечено голубым топливом. Следующие на очереди села Жарах и Мухалжар. В целом из тех 34 села является самым большим, но по-прежнему остается без газа. Работа по подводке газопровода завершены. Осталось завести в село и подвезти к домам. По плану, в ближайшие три года планируется обеспечить газом 98,6% населения района. В этом списке и села Жанатурмыс и Жарки Мер. На работу в селе Жанатурмыс предусмотрено 119 миллионов тенге. Жарки Мере – 199 миллионов тенге. Деньги будут выделены в феврале месяце. На встрече были обсуждены и другие актуальные вопросы района. Например, школа Вашисая находится в аварийном состоянии. У нас в селе много многодетных семей. Много молодежи приезжает жить из города. Сегодня в Вашисайском сельском округе проживает почти 800 человек. Детей до 18 лет насчитывается 200. Работает детский сад. Однако школа в аварийном состоянии. Мы переживаем за своих детей. Конкурс уже провели. Подрядная организация была определена. Они уже вырыли котлован. После этого вдруг отказались от своих обязательств. Объяснили тем, что не улажится водяную сумму с 240 миллионов тенге. Также на совещании были обсуждены работы по ремонту автодорог Актобе-Улгайсын-Кандага-Шалкар. Работы по восстановлению внутрипоселковых дорог будут осуществляться поэтапно. Да, много где нет асфальта. Поэтому ведем работы параллельно. В Улаке 4 улицы. Талдысая 2 улицы. Сайга-Шили 1 улицу. Жага-Булаки въезд. Сага 1 улицу. После встречи Акимобласти посетил три производственных предприятия города. Сначала он ознакомился с работой кирпичного завода. Отметим, что в 2020 году его владелец воспользовался возможностью программы экономика простых вещей и получил кредит в размере 4 миллиардов тенге. Мы производим 48 миллионов штук кирпича в год. Работает 200 человек. Заработную плату всем выплачиваем вовремя. Процесс полностью налажен. Далее глава региона ознакомился с работой завода по производству минеральной ваты мощностью 230 тонн в год. Кроме того, он посетил завод по производству спиртных напитков и тепличный комплекс «Конды Катули-Генова». Здесь ежегодно получают от 800 до 1000 килограммов продукции. Владимир Федотов, Нурбаладожан, Жанадиль Сагеев, телеканал АКТУБЭ.